В эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 12 апреля 2018 года четверг. Те, кто помнит про День космонавтики, я поздравляю с этим днем. Очень знаменательный день. А по одному из старинных первый день месяца посева и наречений 7526 лета четверик. Сегодня в виртуальной студии находится ваш покорный слуга Алексей Орлов и сказитель Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий! Здравствуйте! Говорить мы будем на очень интересную, мне кажется, тему язычество и крещение Руси. Ну вот Дмитрий так очень радикально себя подходит, он мозги так сразу выворачивает. Как что-нибудь скажет такое? Все говорят, неужели это могло быть? Ну вот, и каждый раз у нас под видео целая баталия развязывается, завязывается, вернее, потом уже развязывается, по поводу того, оправда ли или неправда. Кто-то там приводит какие-то справочные материалы, вот прежде чем говорить, почитайте. Кто-то ссылается на какую-то умную голову, кто-то на какие-то труды, кто-то просто на своем заключении. Но так или иначе, эфир заставляет людей думать, а это очень и очень хорошо. Теперь уже, чтобы мне не затягивать это вступление, я попрошу Дмитрия собраться силами и начать повествовать уже по теме язычества и крещения Руси. Пожалуйста. Уважаемые слушатели, сегодня мы рассмотрим такой действительно интересный вопрос о язычестве и крещении Руси. Почему такой сейчас действительно очень важен? На фоне возвращения веры, которую мы видим, ну где-то, может быть, не совсем истинная, но тем не менее, очень важны истоки нашего христианства. На сегодняшний день вокруг крещения идут сплошные мифы. Мы все знаем точку зрения Запада о том, что были отсталые славяне, ничего не было и так далее. К огромному сожалению, есть точка зрения и церкви, которая гласит, что до крещения 1988 года и Руси вроде как бы не было. Это не соответствует фактам, к сожалению, для тех, кто это утверждает. Еще отец научного коммунизма говорил, что то, что мы считаем историей, это всего лишь сказки. Сказки рассказаны победителям. И вот на умолчании всевозможных фактов строится и немецко-романовская история, и всевозможные утверждения. Нужно отметить, что СССР и коммунистическую идеологию тоже удовлетворяла вот эта византийская легенда о крещении. Именно она позволяла связать отсталость СССР с принятием всякого реакционного христианства. Что же у нас есть на самом деле? И о чем я собираюсь вам поведать? Я собираюсь поведать о том, что на территории нашей страны было достаточно большое количество разнообразных христианских концессий, направлений, как угодно это назовите. Во-вторых, то, что христианство было намного-намного раньше, чем это признано на сегодняшний момент официально. В-третьих, что христианство шло из Востока, о чем вообще все молчат, и только-только отдельные голоса появляются. Сразу отвечу на один достаточно интересный вопрос, который часто задают в конце передачи. А что можно и где это написано? Что можно почитать? Где и куда? Вот есть три группы источников. Я бы начал именно с них. Первая группа источников – это советские источники. Я не раз говорил, что в конце социализма, то есть это конец 70-х, 80-е годы, были отличные научные исследования на тему крещения Руси. И достаточно много авторов. Очень приятно их почитать. Многочисленные факты. Любой желающий может сейчас это сделать. Я лично рекомендую несколько книжек. В частности, был ныне уже покойный Николай Семенович Гордиенко, который написал даже такую книжку «Крещение Руси. Факты против регенты мифов». Она вышла в 1984 году. А у Аполлона Григорьевича Кузьмина, тоже ныне покойного, вышла книжка «Крещение Киевской Руси». Вторая группа источников – это церковные. Вы не представляете, как много информации есть в ныне открытой церковной документации. Это много документов, начиная от каких-то документов Стоглава, если кто не помнит, это сборник решений Стоглавого собора 1551 года, и заканчивая обычным журналом «Московской патриархии». Отдельную книжку я бы рекомендовал книгу Евгения Евсигнеевича Голубинского. Это знаменитейший человек, профессор Московской духовной академии. Я подчеркиваю, это духовный человек. Так вот, он написал историю русской церкви. Два тома, четыре части. Она вышла в конце 80-х годов XIX века. И то, что написано у этого духовного человека, который, между прочим, преподавал в Московской академии историю русской церкви, напрочь не сходится с тем, что написано в сегодняшних учебниках, и напрочь не сходится с тем, что преподается по всевозможным лекциям и по телевизору. Вот так вот. И третья часть – это о христианах Азии. И самая лучшая книжка здесь, конечно, это книга Гумилёва «В поисках вымышленного царства». Лев Гумилёв тоже, естественно, нынче покойник. Теперь перейдем непосредственно к тому, что же там было. Я напомню, если кто забыл, у нас так лубочно красиво написано, что укрепление древнерусского государства требовало принятия единой веры. Вот так вот. И киевский князь Владимир Святославович ввел это христианство как государственную религию. Прислали духовенство из Константинополя, он же царь-город, там патриарх Николай II Хрисоверк, крестили князя, потом крестили дружину, детей, всё в водах реки Дневр, дальше эти же священники разошлись во все стороны, распространяя христианство на русской земле. Вот так вот, да? А Киев превратился в церковный центр Руси. Вот такая очень красивая сказка. И в честь вот этого события мы теперь ежегодно отмечаем праздник День Крещения Руси. Вот даже сходу давайте пройдёмся по основным акцентам вот этой очень красивой сказки. Я уже не раз говорил, что крещение дружины в одном городе это не крещение всей огромной гордарики с населением 5-6 миллионов. Но это физически невозможно, да? Это раз. Кстати, любопытно, что в Риме долгое-долгое время вот в эти века прославляли русского князя Ярополка, это тот самый предшественник князя Владимира, как крестителя Руси. Не Владимира, а Ярополка. Дальше я напомню тем, кто уже немножко забыл социализм, что фразы типа «христинизация Руси способствовала просвещению», «Киев – мать городов русских» и так далее пошли только с советских времён. Поскольку два генеральных секретаря ЦК КПСС, Никита Хрущёв и Леонид Брежнев, были с Украины и всячески продвигали город Киев. А в реалии тот же профессор Московской Духовной Академии, о котором я уже говорил, господин Голубинский, признавал, не желавших креститься было весьма много вообще во всей Руси. Это в его истории русской церкви. Ещё небольшой моментик вот к этой улыбочной сказке насчёт там выбора, вер, там вот и всей этой красивой истории. И у князя Владимира было пять официальных жён, не говоря уже о сотнях любовниц, сотнях. Я немножко дальше приведу цитату Ломоносова. Так вот, из пяти его официальных жён три были христианками. Это гречанка, чешка и болгарка. И у каждой из этих трёх жён были при себе и христианские священники, и всевозможные старославянские книги, христианские. Ещё небольшой момент к этой улыбочной сказке. По официозу вот у этой русской митрополии был единый митрополит в Киеве. Понимаете, вот такая незадача, смешная. Митрополиты назывались киевскими, а жили они почему-то в Переславле. Вот так вот, очень интересно, да? Ну, официально сначала все ждали завершения строительства собора, потом, мол, Русь развалилась там и так далее. Но есть реальность. Они никогда не были в Киеве. Собственно говоря, и Киева-то не было, об этом у нас даже отдельная передача была. А теперь, собственно, когда мы так немножечко вскользь прошлись по этой легенде, давайте посмотрим, что же было в реальности и откуда возможны истоки христианства на нашей земле и какого христианства, самое главное. Я напомню, что, если смотреть по-честному, а не по немецко-равановской западной лжеи истории, у нас и скифы наши предки, и сарматы, и гуны, и чингизиды. Так вот, если мы остановимся хотя бы на скифах, был такой историк Геродот. Многие его знают. Это грек, жил в V веке до н.э. И в итоге иногда называют отцом истории. Так вот, Геродот писал, что скифы поклоняются одному богу и делал примечание, в отличие от эллинов, то есть от греков, а символами этого бога служат пирамиды с крестом на вершине. Вот так вот. Значит, когда же появилось оно здесь, на той земле, на которой мы проживаем? Есть такой народ, Удины, или их иногда называют Утии. Так вот, они приняли христианство минимум в конце первого века н.э. Был такой святой Елисей, ученик апостола Фаддея. Он умер в 79 году, то есть в первом веке. Он создал первую апостольскую христианскую церковь. Ныне это Азербайджан. На Кавказе тогда было полностью христианство. Это подтверждено норвежскими археологами, значит, с Торефельдом, Вигги. Да, и там была не просто одна. К началу V века вот на территорию этих народов, эта часть, еще раз говорю, Великой Скифии, там было только епископств, уже 12 штук. Епископств, вдумайтесь. Вот. А единое христианское государство, Кавказская Албания, упоминается в трудах Геродота, Страбона, Плиния. Это все древние историки. То есть возраст Удин не менее трех тысяч лет. И даже когда в седьмом веке на Скифо-Сармадский Кавказ пришли арабы и принесли с собой ислам, вся народность сохранила христианскую веру. То есть она настолько была крепкой, что они ее сохранили. Какая вера христианская, тоже другой вопрос. Мы к этому вернемся. Теперь смотрим второй исток. Значит, Скифы-христиане. Есть великое множество церковных писателей. Такой Тертулиан, это конец второго, начало третьего века. Значит, Афанасий Александрийский, это третий век. Иоанн Златоуст, это четвертый век. Иероним Стридонский, это начало пятого века. И все они однозначно называют Скифов в числе народов, где было распространено христианство. Повсеместно. У Иеронима есть шикарная фраза, которая просто убивает на корню всех сегодняшних лжепопыхателей. Она звучит так. Гунны изучают псалтырь, а холода Скифии пылают жаром веры. Я напомню, что это конец третьего, начало четвертого века. В документах, ну, например, там Деяния Вселенского Собора, это вот самые первые христианские соборы, вообще фигурирует Скифская епархия. То есть, христианская Скифская епархия и город Томи. Конечно, это не сибирский город Томи, если там правильно стоит транскрипцию, город Томи, Томи это вот, говоря сегодняшним языком, это Скифская епархия христианская упоминается с третьего по девятые века. То есть, начиная с третьего века и заканчивая вот той самой официальной христианизацией князя Владимира. Такой город Томи находился по южную сторону Дуная, недалеко от Устья. Это так называемая Малая Скифия. От Дуная и до Дона, до Азовского моря, плюс на север. Более того, в последние четверти третьего века упоминается скифский епископ Евангелик, который управлял церквями этой провинции при императоре Диалектане. Это вот конец третьего века, когда были гонения на церковь. В четвертом, пятом веке на вот эту церковь, то есть, Малой Скифии, указывали как на одну из образцовых по чистоте веры и внутреннего благоустройства, а на ее паству, что на таким православный, который отличается глубочайшим уважением и глубокой верой. То есть, там известен до шестого веры целый ряд этих епископов скифских. Иногда их еще назовут томитанские. Всего их было двенадцать. На акте Второго Константинопольского собора, это 553 год, где самые важные были епископы, собранные со всего мира, стоит подпись вот этого скифского епископа. На тот момент им был Терентий Томский. То есть, 553 год, это базовая, основная капитра. Последний раз оно упоминалось в конце девятого века, ну и все, дальше пошло крещение князя Владимира. Отдельно хотел бы отметить, что вот все эти века до девятого века, да, то есть, практически, я вот сейчас вам привел примеры с второго, третьего и до девятого века, значит, все эти века это славянская церковь, то есть, скифская епархия, значит, это славянская епархия, там не было никого другого, значит, причем отдельным преимуществом скифских иерархов было то, что они были совершенно независимы в управлении своей епархией, они назывались даже самовластными, да, значит, вот это настолько резко отличалось от всей остальной церкви, что это всегда вот прописывалось, это есть в куче всяких легенд, всевозможных документов и так далее. В пятом веке земли уже всей Руси в скандинавских сагах называли Грикландом именно из-за распространения христианства. И факт раннего распространения христианства, вот он на сегодняшний момент вообще не подлежит никакому сомнению. Какой там девятый век, о чем мы говорим? Там и второй, и третий, это уже поздно, да, нужно говорить о том, что было до нашей эры. Там многочисленные археологические данные просто выпьют. А насчет девятого века, вот к моменту вот этого перехода я хочу сказать, что знаменитый мусульманский географ Ибн Хордабех писал, что если говорить о русских купцах, а Рус он их называл, да, это одна из разновидностей славян. Они всегда утверждали, что они христиане, вот так вот, да. Теперь посмотрим, откуда же еще могли взяться христиане на нашей земле, вот, пока не трогая различные концессии, но уже близко к ним. В истории принятия христианства есть сказание, оно помещено в недатированной части повести временных лет о путешествии на Русь святого апостола Андрея Первозванного. Значит, мало кто помнит, мало кто связывает эти все вещи. А я вам приведу Евангелие от Андрея, оно не входит в Библию, я сразу хочу сказать. Значит, оно стоит отдельное, значит, и фразу из Евангелия звучит так, к язычникам севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков и грехов дома Израилева. Да? Значит, это тот самый Андрей Первозванный. О том, что апостол Андрей был на берегах Северного Причерноморья, не оспаривается даже самым лживым историком. Вопрос, где, когда и где мы тогда жили. Значит, по свидетельству императора Константина Багронародного, был такой император, значит, в Царьгороде, он очень увлекался историей, значит, так вот он писал, что в южных странах славянских, начиная от Дуна и на север, к моменту X века посреди каждого города, развалин городов, были остатки христианских храмов, остались кресты, изваянные с камнем, и что была церковь, основанная апостолом Андреем, древнерусская церковь, которая просуществовала до 9-го, кое-где в отдельных глухих уголках, до 13-го века, в процессе выдавливания славян на северо-восток, и что вот эта церковь была именно на Руси. в библиотеке Валаамского монастыря есть, хоть и спорный, но все же весьма интересный источник оповеди, в котором черным по белому написано, что в первом веке часть волхвов под воздействием проповеди апостола Андрея Первозванного приняла христианскую веру, и они основали большую христианскую общину, есть имена ее руководителей, древние имена Сила, Фирс, Елисей, Лукослав, Иосиф и Косм, и они сумели распространить влияние вот этой веры практически по всей Скифии, и община продержалась почти 9 веков, 9 столетий. Ломоносов в своей истории писал, славяне в местах, где Новгород обитали во время проповеди Евангелия святым апостолом Андреем. Хочу привести пару фактов, наверное, они будут очень кстати и очень интересны. Русские цари, естественно, до Романовых, которые западники, так вот, русские цари ссылались именно на принятие христианства на Руси от апостола Андрея. Никакого князя Владимира, никакого царьграда Константинополя, в Константинополе ничего не было. Знаменитый царь Иван IV Грозный, тот самый, который жил в 16 веке. Знаете, как ответил папскому послу Иезуиту Антонию Посевину, мы верим не в греков, мы верим в Христа. Мы получили христианскую веру при начале христианской церкви, когда Андрей, брат апостола Петра, пришел, и таким образом мы на Москве приняли апостольскую веру в то же самое время, как вы в Италии. И с тех пор мы соблюдаем ее ненарушимым. Вот четкий ответ, когда? От царя Ивана Грозного. И через сто лет после царя Ивана Грозного сохранилась запись, был такой келарь троицы Сергеевой Лавры Арсений Суханов, и когда византийцы в очередной раз, говоря современным языком, понтовались, он им сказал напрямик, так сказать, правду матку, вы собою хвалитесь, что мы от вас крещение приняли, а мы крещение приняли от апостола Андрея, когда он по вознесении Господней придя в Византию и оттуда пойдя Черным морем до Великого Новгорода и ходя тем путем учение свое о вере Христове распространял, а иных крестил. Веру вы изначально приняли от апостола Андрея, и мы также от апостола Андрея. Вот так вот. Значит, для тех, кто считает, что как-то вот я тут круто забрал и привел тут достаточно много сногсшибательных цитат, я хочу привести небольшой факт, желающие потом найдут в интернете достаточно фактов. На сегодняшний момент Евангелии заявлено только четыре от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. То есть Святое Писание пошло четыре текста. Я как бы вам напомню, что апостолов-учеников у Христа было двенадцать, причем двенадцать это с Иудой, который, между прочим, тоже написал Евангелие, а с учетом Павла, который называется Савил, и Марии Магдалины, которая тоже написала Евангелие, четырнадцать Евангелий. А вот если вы сейчас отойдите этот вопрос в Израиле, там ответят однозначно, и это не тайно, всего было семьдесят два Евангелия. Вы вдумайтесь, семьдесят два, а в Святое Писание вошло четыре, шестьдесят восемь выброшены. Они не признаны каноническими, они отвернуты церковью. И, между прочим, в части вот этих вот Евангелий есть достаточно многое по словам. Я вам не зря процитировал Евангелие от апостола Первозванного. Значит, что вы понимали почему и насколько с тех пор изменилось начальное учение, начальное, которое и было на Руси. Значит, когда римский император Константин, это конец третьего, начало четвертого века, принимал христианство, он наносил огромные правки в саму религию. Вот один факт. Все христиане, которые были на тот момент, были вегетарианцами. Значит, это известный факт и практически это никто не отрицает. Так вот, когда завершился Никейский собор в 325 году и вышел указ императора Константина, по нему из Святого Писания были убраны все главы, в которых Иисус говорит о запрете убивать животных и употреблять их в пищу и изъяли. А дальше всем желающим, принудительно предлагали съесть кусочек мяса на улицах войсками. Тех, кто отказывался есть мясо, тем в глотку заливали кипящий свинец. Вот так расправлялся император Константин, который вводил в Константинополе христианство. А причина была банальной. Мать императора очень любила мясо. Поэтому говорить о том, что до нас дошло изначально все учение в первозданном виде, мягко говоря, наивно. Теперь еще один исток. Если мы посмотрим изначально сколько же было различных направлений. Так вот, у христианства было четыре направления. Четыре разных направления. То направление, которое сейчас, оно последнее, оно четвертое. То есть вот и православные, и католические, и протестантские церкви, и всякие там древневосточные церкви, это все четвертое направление. Оно называется Халкиданицкое. Оно называется так, от места, где проходил четвертый собор. Это 451 год. Оно сейчас господствующее вероисповедание в церкви. До него было три других. О котором как-то не принято говорить за отдельными исключениями. Первое было Арианское. Оно было признано ересью в 325 году на Винкейском соборе. Оно было очень распространено на севере Европы вплоть до 6 века. Второе пропущу сейчас немножечко. Третье монофизитское или евтихианство. Оно тоже было признано ересью тоже в 451 году. И наконец второе нестарианство. Это учение антиохийской богословной школы. Оно приписывается архиепископу Константинополя нестариум. Потом так называется нестарианство. Чтобы не затруднять сейчас, я в теологию вдаваться особенно не буду, чем одно отличается, а другое. Я просто хочу сказать, что в 484 году нестарианство было признано господствующим веросповеданием во всей Персии. Это был собор в Битзапате. Это напомню еще раз конец 5 века. Из Персии нестариане широко распространились по всей Азии. В 6 веке нестарианцы уже проповедовали веру среди кочевых тюрок. Такой очень интересный замалчиваемый факт. Была битва при Баляряте 591 года. Такой тюрки, захваченные в плен византийцами, имели на лбах татуировку в виде креста. В 635 году, заметьте, еще начало 7 века, нестарианство было уже в Китае. В самые первые годы 11 века приняли крещение от нестарианских поповедников Кераиты. Это огромный, самый большой и культурный из племенных союзов всей Центральной Азии. Там даже возникло нестарианское найманское ханство. То есть господствующая религия, официальная религия ханства это христианство. Причем усиливая миссионеров вот это нестарианство было распространено среди осетин, харизмийцев, хазар, половцев, меркитов, уйгуров, карлуков, киргизов. Он просто господствовал во всей Азии. Значит, на Леонском соборе 1245 года митрополит, русский митрополит Петр Айкерович отвечал на вопросы о вере чингисидов. Тех самых от Чингисхана которые, да? Вот он говорил так. Они говорят, что руководитель их святой христианин Иован. Да? Иван Иоанн. И каждое утро они возводят к небу руки в честь Творца. Что не напоминает? Нет? Есть один очень замалчиваемый факт. Церковь, которая была на Руси, она была восточно ориентированной. Ней на юг, не на запад, на восток. Вы никак не задумывались, почему по официальной истории, когда злой плохой Батый приходил на Русь, вот он там, города бился, да? А ведь монастырь это шикарная каненная крепость. Так вот, нет ни одного факта, как монастыри героически оказывали сопротивление нашествию поганых язычников. Ни одного. Зато после пришествия Батая церковь получила базнословные привилегии. Началось массовое строительство церквей. Оно началось именно после прихода Батая. Не до, не в девятом, не в десятом, не в одиннадцатом, а только после похода Батая. Только после его прихода. Есть множество сторонников на сегодняшний момент, гипотеза о том, что именно поход Батая 1237-1241 года в реалии стал широкомасштабной акцией покрещения Руси. И что именно 13-й век стал настоящим массовым крещением Руси. И именно за это церковь получила от ханов, так сказать, завоевателей, широчайшие права и привилегии. И поэтому монастыри, да, они не оказывали сопротивления, они колокольным звонным хлебом солью встречали. Значит, вот тот же Голубинский, напомню, церковный историк, подчеркивает, что православная епархия в Сарае, вот в Золотой Орде потом, да, была образована не по разрешению хана, а по требованию хана. Почувствуйте разницу, да? То есть хан требовал создать епархию в Орде. И, кстати, внук Баты, который Сартак, у нас очень часто любят говорить, что он обратился в христианскую веру. Только забывают, что это была христианская вера нестарианского толка. Так вот, именно это направление нестарианство пришло на Русь с востока. Значит, нужно отметить, что когда обосрились отношения между Золотой Ордой и другой частью бывшей Тартарии или ханами, которую руководил хан Хулагу, хан Хулагу покровиться в нестарианство, а в Золотой Орде уже был переворот мусульманский. И вот тогда золотоордынские нестариане оказались в изоляции и что стали сделать? Правильно, они стали бежать на Русь и стали увеличиваться посетители православных церквей. Я хочу отметить, что вот в одной из многочисленных исследований советского времени у того же Аполлон Григорьевича Кузьмина есть пять путей проникновения христианства на Русь. Значит, и если о пути из Византии или не из Византии, но на юг Руси вдоль Черного моря из Кавказа я упомянул, то они указывают еще несколько, в частности из Германии на север Руси и из островов, например, из Ирландии тоже на север Руси. Вот так. Значит, я приведу несколько интересных примеров, забавных, я бы так сказал, которые вот есть западный термин поп, да, почему? Потому что он идет от латинского папа, а церковь от немецкого циркус, кирклин, кирхин, да, значит, ведь по-гречески церковь экклезия, то есть вот принципиально разные глаголы, да, вот та церковь, которая была выстроена в, ну, реально в 12-е веке, а по мифу истории в 9-м, знаменитая десятинная церковь, почему она так названа, потому что на ее содержание шла десятая часть доходов, да, ну, вроде все понятно, понимаете, какая интересная вещь, обычай церковной десятины был свойственным западной католической церкви, а византийской этого никогда не было, вообще, никогда, зато десятина была у наших, у славян, да, на тех храмах, которые были на южном побережье Балтики, та самая языческая аркуна, там была десятина, так какая была церковь у нас, извините, с десятиной-то, может, все-таки языческая церковь, так, если выражаться современными, то временами, да, а, значит, в XII веке, например, святилище Свинтовита в Арконе честно получало десятую долю добычи, передавая его местными племенами, десятину получало и Щеченское святилище Бога Треглава, а тут вот на киевских землях десятинная церковь, собственно говоря, ничем друг от друга то не отличается. Вот возвращаясь теперь к той фразе советского времени, что христианство было необходимо народу Руси, а может, оно было необходимо отдельным личностям, стремящимся к единоличной власти? Дело в том, что вот это язычество, которое было у нас, оно противоречило стремлению русских князей к неограниченной власти. Я уже не раз говорил, что вот эти примеры, как были отношения между князем и городом, город приглашал князя, а не наоборот, да, значит, они потом сохранились еще несколько веков в Новгороде. И что у нас было в Новгороде? Не нужен князь? До свидания. Плохой, хороший, да, до свидания. Все. И по законам Сварога Вече, то есть общинная власть могло отлучить князя от власти, если Вече считала, что дела князя были неугодны людям. И именно в этом параграфе закона кроется причина того, почему князьям нужно было крещение Руси. Князья получали неограниченную власть, да, с помощью церкви. Потому что до этого и князь, и дружинники, и дружинная знать все они подчинялись Вечу, в распоряжении которого была мощная военная организация, мощная народное ополчение. Это народное ополчение превосходило по силу любую княжескую дружину. Это я вам сейчас процитировал доктор исторических нарук Фраянова. Хотелось бы сказать пару слов о князе Владимире. Понимаете, о его пяти женах я как бы уже упоминал. Был такой великий немецкий хронист Хитмар Мерзимбаргский. Он жил в конце 10-го, начале 11-го века. Вот он называл князя Владимира великим распутником. Просто, да? А Михаил Ломоносов в своей древней российской истории, значит, вообще его, ну, мягко говоря, морально убью. Потому что он писал, что препровождал Владимир во времена неверия дни своих в пирах и весельях, в любовной страсти и в роскошах. Ибо сверх своих законных жен держал наложниц в Новигороде, в Ишгороде, на Берестою, в Белегороде больше тысячи, но и тем недовольствуясь насильствовал жен и девиц, отнимая у мужей и родителей. Напомню, это написал Михаил Ломоносов о князе Владимире. Любой желающий может взять эту историю и прочитать. Там, конечно, много что вырезано, но даже того, что осталось, с лихвой хватит, чтобы сегодняшнюю историю положить в гроб и забить гвоздиками. Это есть на сегодняшний момент во многих отдельных летописях. Именно вот такого князя на сегодняшний момент мы возвышаем, к сожалению. Хотел бы еще одно привести, интересную цитату, очень интересную, о христианских миссионерах Запада 9 века. Все мы знаем о нашей привычке париться, которая сохранилась, слава Богу, до наших дней, а знаете как относились к вот этой привычке попариться христианские миссионеры с Запада, с того же самого Рима? Звучит это так. Православные славяны и русини дикие люди и жить и их дико и безбожно. Мужи и девки вместе запираются жарко на топленной избе и истязают телеса свои сеча друг друга ветвями древесными. нещадно до изнеможения, а после выбегают наги и прыгают в прорубь ледяную алисугроб и охладившись вновь бегут в избу истязать себя прутьями. Знаете, кто это написал? Нестор, грехохристианский духовопросвещенный летописец. Вот такое описание банных процедур. И вывод крайне интересный. И так они делали еженедельно и при том никем не быв мучимы, сами себя мучили и совершали не омовение, а мучение. Вот такое отношение было. Это насчет понимания нас со стороны. Вот так вот. Понятно, что вот вся вот это испытание вер, все это фантазии. Не было этого ничего. Это все выдумано, придумано. Ну как? Давайте мы рассмотрим собственно говоря, какие были вообще в те века, помимо тех путей распространения христианства, которые я назвал, еще несколько алисов, крещений, которые чаще все упоминаются, чтобы понимать, насколько это мифология. Вообще их несколько. Самые древние из тех, которые сейчас упоминают, это военный набег рати Великой Русской на рубеже 8-го и 9-го веков под предварительством князя Бравлина, когда мы взяли византийский город Сурош, это Сугдея. Вот. И там мол, святой Стефан явился князью, пока не крестишься, не возвратишься, князь болел, исцелился, потом, глядя на него, крестилось войско, такая красивая мифология, да? Да упаси Боже! Был только набег, это все миф, миф номер один. Второй миф, чуть позже. В 840-м в 840-м году мы совершили военный набег на византийский город Амастриду, это южное побережье Черного моря. Опять же, будто бы все войско крестилось, а потом об этом тут же забыли. Отлично. Не было этого ничего, был только набег, это тоже миф. Третий. Варвары россы ученили набег на Константинополь, 860-й год. Ну, про варваров понятно. По летописи 18 июня росся у стен Константинополя. Потом был шторм и, к сожалению, лодки были частично побиты и мы отступили. Поход был. Был патриарх Фотий, который там молился, молился со стен и так далее. Что при этом русы крестились, но опять же фантазии, да? Это миф три. Следующий. 866-й год. Князь Аскольд с какими-то болярами, с какими-то народами в киевских землях опять от Фотия приняли крещение. Ну, во-первых, там неправильно пересчитали не 866-й, а 874-й, но мало историки облажались. Там даже некоторые говорят, что год-два туда-сюда, да? Вот. И вот, например, Татищев вот это крещение во времена княжения Аскольда в киевских землях говорил, что оно и самое первое. Вот оно более-менее какое-то реальное. Вопрос, насколько там оно было большим, вот его называют первым Фотиевым Аскольдовым крещением. То есть легенда об этом есть. Насколько она соответствует действительности, подтверждений особо там много нет. Следующий 957 год княгиня Ольга с очень большим посольством нанесла официальный вид Константинополя к императору Константину Багрянародному и при этом Ольга официально приняла христианство византийского здесь византийского обряда от самого императора. Да, вот это было, только знаете, давайте мы политику грязную политику не будем смешивать с искренними желаниями, но нужно было ради политики постоять и принять христианство, но княгиня Ольга это и сделала, и все, это не более чем идеологическая фикция, чтобы подчеркнуть особые связи русской церкви с греческой, как мудро в свое время выразился Литаврин, а потом уже пошли всевозможные склонения второго толка, типа Ольга занималась воспитанием князя Владимира, сумела внушить ему христианские понятия, упаси Боже, не было ничего этого, это все фантазии, что в этом мире правда, только то, что ради политики она там на один день стала христианкой, и то, что был князь Олег Моравский, который был в ее свете, и вот он-то был христианином, теперь о, собственно говоря, князе Владимире в 1988 году, но я напомню, что, собственно говоря, Киева-то не было, как города, мы это уже проходили, был город Белгород Киевский, это десяток вверх с запада от современного Киева на реке Ирпенька, и понятно, что вот это крещение было принудительным, и я напомню кусок летописи, если не придет кто завтра на реку, да будет не враг, это черным по белому записано, что интересно, арамейские летописи вообще не обратили внимания на крещение Руси князем Владимиром, согласитесь, это очень странно, ну и о крещении Руси в 13 веке после Бахуда Батая мы уже говорили, да, но я бы хотел вернуться к предыдущему, к шестому крещению князю Владимиру, сохранились некоторые отрывки, так вот, князь Владимир Святославович при своем крещении зачитал очень странный символ веры, он произнес сын же подобосущен и собезначален отцу, это не текущая версия, то есть это никак не относится ни к католической, ни к православной церкви, уж извините, подобосущность Христу это главный догмат первой ветки, догмат арианства, первого христианского течения, а при чем здесь четвертую, извините, и близко не лежало, черным по белому, а если изначально Русь придерживалась христианства арианского толка, да, либо, то есть с юга, которое шло, либо с востока не с арианского толка, то получить крещение от Константинополя, но она никак не могла, ведь и ариане, и не стареане, с точки зрения арамеев, то есть Рима, были еретиками, а вот Батый пришел из Азии, как раз оттуда, где господствовало нестарианство, вот так вот, а дальше, вот та лубочная сказка о том, как быстро все прошло, понимаете, здесь есть очень большая, ну, скажем так, неправда, в повести временных лет написано однозначно, словом называемся христианами, а на деле живем точно язычники, вот так вот, то есть многие номинальные христиане оставались язычниками, это состояние самые богословы характеризовали как двоеверие, и это было очень долгие века, например, тот же Глубинский писал про 16 век, понимаете, 16, Господи, не 10, не 12, 16 век, вдумайтесь, в Новгородской области, крещенная едва ли не позднее 13 века, 13, заметьте, да, не 9, она оставалась двоеверную до половины 16 века, вот так вот, да, а, например, в конце 15 митрополит Симон требовал, есть его записки, князю Михаилу, чтобы продолжающееся почитание идолов было прекращено, и никаких треп и тризн языческих не совершалось. Где это написано? Журнал Московской Патриархии, 1976 год. Вот так вот. А в Сковской летописи, например, от 1505 года, там есть послание игумена Елизарова монастыря о том, что накануне Рождества люди Бесовский праздник празднуют, якодень великого праздника своим древним обычаям. да, 534, 1534, новгородский архиепископ Макарий честно написал, что жители не переставали держаться грубых языческих суеверий и дал жесткое указание, повелел разорять и истреблять огнем языческие мольбища, дерева и камни. Это опять тот же голубинский историй русской церкви, том же шестой, пожалуйста. Даже в документах Стоглава, это церковный собор, напомню, 1551 год, там четко датировано волхвы и чародейники дьявольские действия мира прельщают и от Бога отлучают, да по погостам, по селам, по властям ходят лживые пророки и заповедают богомерзкие дела творить. Сто глав, читайте. То есть это было очень длительное время. Протеерий Горский честно об этом написал, официально они числились христианами, но в частом домашнем быту оставлялись прежними язычествами. Понимаете? Чтобы совсем уже вас не затруднять, там массой фактов, я приведу последний пример. Слово Павку Игюрия, помните такое, знаменитое, да? Официально 12 век, 3 века христианства, а вы его почитайте. Во всем произведении ни разу нет ни Иисуса Христоса, ни Богородицы, вообще нет ни одного библейского персонажа, зато языческих пруд-пуд. Стрибок, Хорс, Девообида, Карна, Желя, а Баяна вообще автор называет Велесовым внуком, а сам плач Ярославля, Господи, это языческая молитва, к кому он обращается? К ветру, к солнцу, ни Христу, ни Деве Марии, ни христианским святым. Понятно, что это двоеверие, сначала явное, потом скрытое, оно было преодолено русским православием, но давайте скажем честно, достигла его церковь ценой компромисса, давайте назовем вещи своими именами, византийское христианство или нестарианское христианство, которое превратилось потом в существующее, не устранило славянское язычество из сознания, а ассимилировало его, включив языческие верования и обряды в свой культовый комплекс. И опять не могу удержаться, чтобы не сказать пару фраз из Голубинского, еще раз напомню, это профессор который читал историю русской церкви и это священник. И тот и другой культ стояли рядом и практиковались одновременно. Вот что пишет профессор православный, который занимался этим всю свою жизнь и читал историю русской церкви. Он пишет, что совершались домашние требы через священников по-христиански и в то же время совершались они через стариков и через волхвов и по-язычески. Творилась домашняя молитва Богу и святым христианским угодникам и висесними и богам языческим. Вот так оно было. И потихонечку конечно это все менялось и православные пастыри, подчеркиваю, русские пастыри христианскую виртуальность адаптировали к местным условиям, к нашим славянским условиям. И вот та знаменитая фраза «восияет Русь православная, а Москва станет Третьим Римом». Она, между прочим, относится к временам доромановым, тогда, когда на Руси было по современным фразам, по современной терминологии старое обрядство. Хотя непонятно, почему так названо. еще пару слов о сопротивлении. Было много восстаний, не буду совсем уже приводить, желающие могут прочитать, приведу только одну фразу того же Глубинского, так называемое мирное распространение христианства на Руси есть не что иное, как невозможная выдумка. Это том первый. было много восстаний, использовались наемниками и так далее. Напоследок я хотел бы сказать несколько очень интересных фактов, которые чаще всего стараются не говорить. Наша русская метрополия находилась до 1686 года под юрисдикцией Константиновского патриарха. Именно там велись соответствующие запись. И называлась она Метрополия России. Началось это действительно с 10 века, то есть крещение князя. И там была Черниговская метрополия, Переиславская кафера, там строчки, понимаете, там список есть. И там написано Черниговская, Переиславская, все, больше ничего нет. Черниговская метрополия записана как возникшая кафедра в 1059 году. Там, правда, потом есть какая-то дропе, написано 1071. Непонятно. А Переиславская кафедра тоже в 1070. То есть две кафедры за 4 века христианизации Руси. То есть до прихода нестариан батые. Хотя, конечно, официально заявляют, что в середине 13 века на Руси было аж 16 епархий. Тоже мало, но нету 16. Если там брать отдельные монастыри, можно считать штук 6. И это был юго-запад. Вот так вот. А вот после Никоновской реформации, когда Никон начал все менять, все крушить, все сжечь, русская вера стала именоваться греко-православной или просто-греческой. То есть подчеркну, после Никоновской реформации. То есть раньше она была иной. Подчеркну, да, иной была. И по многим фактам в ней преобладал именно Несторианский обряд, о чем свидетельствует тоже двуперстие, форма крестов, там масса косвенных признаков. И именно в этот период после Никона помимо так называемого исправления книг, а грубо говоря замены, отмечена массовая перестройка храмов. Подновление фресок означает, что сбили старые, нарисовали новые. Просто старая династия, которая была до XVI века, была восточно ориентированной и придерживалась неистарианства. Ее иногда сейчас называют Ордынской династией. А потом пришла прозападно ориентированная династия Романовых. Значит, есть такой автор Алексей Кунгуров. он сторонник того же мнения, что Батаев поход на Русь стал широкомасштабной акцией по настоящему крещению Руси. Но кроме этого он достаточно четко доказывает как, где и почему. И что вот все это ну извините было совсем не так, как изложено в сегодняшних учебниках. А церковный историк Константин Шабатинский был такой, он написал учение славянофилов об отношении церкви к государству. Даже вот если брать там отдельные слова там вместо Тартария Татария, вместо Моголы Монголы, да, он честно пишет, что в монгольский период положение церкви нашей упрочилось благодаря покровительству татарских ханов Золотой Орды. И в этот период времени наша церковь получает от ханов особые привилеги. Вы вдумайтесь, по ярлыку хана Узбека, это хан Золотой Орды, если кто забыл, а она была выдана митрополиту Петру, духовенство освобождалось от всякого ханского суда. Все священники были подчинены только суду митрополита, включая уголовные. хан дал христианскому духовенству такие права, которые она никогда не имела, даже при православных русских князьях и гаганах. То есть, те даже мысли не допускали, что патриархи не подвластны их суду. Вот только так вот. Значит, после того, как церковь разделилась, и в 867 году Папа Николай Первый в Риме отлучил патриарха Футия в Константинополе, пошел раскол востока в западу, после того, как рыцари крестоносцы взяли приступом христианский Константинополь, и вот тогда началось движение моральное и физическое по давлению на Русь. В 1231 году Папа Григорий Девятый ультимативно предложил князю Владимировскому принять католичество. Подчеркиваю, ультимативно. А крестоносцы, они, например, когда брали Константинополь, оправдывались тем, что они совершили богоугодное дело, и там же схизматики, еретики, они хуже мусульман, они хуже язычников. А когда крестовый поход к хану Хулагу, о котором тоже все молчат, дошел до Газы, кто ударил спину? Крестоносцы, крестоносцы, рыцари, монахи. Прозападная династия Романовых последние 300 лет практически все свое время демонстративно дистанцировалось от всего православного, от всего славянского, от всего русского проповедовались католицизм и немецкость. Да, например, при императоре Александре Третьем была придумана новая славянская национальная идея, состряпанная политтехнологами, говоря современным языком, патриархальная церковность, принцип сакрального единства. Именно тогда стали царя отпускать в городы, помните, как у староверов, часто из этого делают выводы, Россия перемолол даже Романовых, не перемолол, они как были западниками, так и оставались. Вот такие многочисленные факты я попытался вскользь вам изложить, надеюсь, не сильно вас, скажем так, замучил совершенно иной точкой зрения, надеюсь, тому, кто этим заинтересуется, дальше найдут уже сами, при желании, еще раз напоминаю, в конце моей книги есть список 100 книг по русской истории, там есть определенные гиперссылки, и можно зайти и те или иные книжки себе скачать и прочитать в том числе по крещению и, например, те книги, которые я рекомендовал в самом начале, они там есть. Алексей. Очень интересное повествование, я предлагаю еще раз упомянуть название книг, потому что под каждым эфиром появляются вопросы, а где взять книги, где их прочитать, хотя бы название книг. Я рекомендовал несколько книг, первая это Николай Семенович Гордиенко «Крещение Руси факты против легенд и мифов». Она была выпущена в 1984 году, сам автор уже покойный, он умер в 2011. Вторая книга это Аполлон Григорьевич Кузьмин «Крещение Киевской Руси». Есть у нее вторая книжка «Начало Руси». Автор тоже уже умер в 2004 году у Нистова. Это вторая книга. Третья это Евгений Евсигневич Голубинский «История Русской Церкви». Там несколько томов, каждый делится на части. Значит, это 1880 и 1881 годы выпуска. И наконец Гумилев Лев Николаевич, тоже уже покойный, покинул у нас в 1992 году. Его книга «О христианах Азии в поисках вымышленного царства». Все эти книги есть в моем списке 100 книг по русской истории на сайте рус-империя.ру Там есть гиперссылки, можно выйти, скачать и почитать. И о своих книгах тоже напомни, пожалуйста, как они называются. В прошлом году вышло второе издание книги о моей книге, которая называется «Хозяева Великой Евразийской империи». Эта книга была выпущена издательством «Концептуал», московским издательством. Сейчас идет дополнительные док-тиражи, но они есть как на интернет-заказе концептуала, так и в отдельных сетевых магазинах. Хорошо. Ну вот теперь можно переходить ко второй части, где мы будем рассматривать вопросы и реплики, которые поступают к нам из интернета. Напоминаю, что вопросы и реплики мы можем принимать только на тех сайтах, которые к нам относятся. Если вы напишите на каком-то ресурсе, о котором мы даже не подозреваем или на котором мы редко бываем, мы ваши вопросы и реплики не увидим. Поэтому если вы где-то пишете, то обратите внимание, где находитесь, что это за ресурс. Напоминаю, Славянское народное Славянское радио имеет свой сайт официальный славрадио, одно слово, славрадио.org славрадио.org или канал YouTube youtube.com слэш, то есть косая черта, славрадио, одно слово. Вот там мы еще можем обратить внимание на ваши реплики, ваши письмена, вопросы и прочее. По ним мы можем создать передачи, передать их авторам, ну и так далее, и тому подобное. А на других ресурсах это как на деревне дедушки. Вы будете писать, но мы об этом не узнаем. Итак, маленькая отбивочка и дальше все, что к нам пришло с наших ресурсов мы начнем разбирать. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Продолжение слушайте в следующей части. Продолжение следует...